Книга «Открытым оком», том 15, вопрос, 2909, тема литература. Вы делали запрос в разные города, чтобы найти какую-то книгу. Нашли ли её? И зачем она нужна вам? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В прошлые годы, когда я издавал антологию мировой поэзии, начитано было на магнитные ленты. В моих руках была книга «Западная» или «Латинская», «Поэзия» или «Литература». Там были прекрасные стихи армянского поэта Григория Нарикаци. Из него я хотел взять поэму «Книга скорбных песнопений, слово к Богу, идущее из глубин сердца». Очень похоже на канон Андрея Критского. Перевод – Наума Гребнёва. Лирика «Мистическая поэма» впервые издана в 1673 году в Марселе, переведённая на многие языки мира. Сыграла значительную роль в развитии армянского литературного языка. В электронном виде впервые издана в 2002 году. Библиотеки Вехи. В краевой библиотеке не обрели таковую. Сделал запрос на Осибиск. Пусто. Но потом через интернет достали. Для многих этот поэт совершенно неизвестен, а он по своей силе затмевает многих тогдашних и сегодняшних. Публикую эту поэму полностью, разбив её вопросами, чтобы легче было читать. Раньше я её издавал на магнитных плёнках. Вот его биография вкратце. Григор с неутолимой жаждой изучал Божественное Писание, благодаря чему стал обиталищем Святого Духа. Превзойдя даром знания многих, и можно даже сказать всех, если не дерзость так говорить, он положил начало святости и по просьбе святых монахов написал молитвенные сочинения. 97 речей. Кроме этого числа мы имеем похвальные его речи, сказанные в честь Святой Богоматери и Святых Апостолов и Святого Иакова, Патриарха Низибийского, историю Абаранского креста, который был привезён из страны греков в Армению, и его похвальные речи, написанные в алфавитном порядке, а также толкование песни песней, которое написано сладкозвучным и ясным языком Соломона. Что же нам сказать о его гимнах, проповедях на Господние праздники, поминовения святых мучеников, сладкозвучных мелодиях и тагах, напетых в разных глазах? Он заботился и пёкся о единстве Святой Церкви и желал вновь установить и возобновить отвергнутые по нерадению и платоугодию предводителей правила Святой Церкви, вследствие чего его хулили грубые и жестоковынные люди и объявляли еретиком. И вот собрались епископы и князья с азатами и тонутерами и послали за ним, дабы учинить над ним суд и покарать ссылкой, как еретика. И к святому пришли посланные ими люди, чтобы увезти его с собой. Но он сказал им, давайте сначала отведаем чего-нибудь, а потом двинемся в путь. Он велел зажарить двух голубей и принёс положить на стол перед ними, предлагая отведать. Была пятница. Это у пришедших ещё более усилило подозрение. И они сказали, Вардопед, разве сегодня не пятница? А он будто не помнил и говорит, «Братья, простите мне мой грех, я не знал, что сегодня пост». И, обратившись к жареным голубям, промолвил, «Восстаньте и летите к своей стае, ибо сегодня пост». В тот же миг, как только святой произнёс эти слова, голуби ожили, оперились и на глазах у всех улетели. Увидев это чудо, посланцы поразились, пали ниц перед ним и, вознося хвалу Богу, просили об отпущении грехов. Они пошли и рассказали о случившемся чуде, и те, умолчав о своём злом намерении, назвали его вторым просветителем и вторым чудотворцем. Подобным чудотворением и правоверной мыслью, суровая жизнью и божественной проповедью, сиял он в мире, как солнце. Но он не прошёл всего своего пути в этой жизни, а скончался в молодом возрасте, в 1003 году. Святое тело его положено в том же Норекском монастыре, примыкающем к святой церкви, построенной во имя святого Сандухт. Оно творит много чудес во славу Христа и святого Григора. Поведаем об одном из них. В последние времена Нореком владел некий Курт. Курт сей дал своему крестьянину наседку и попросил вывести цыплят. Жена крестьянина подложила под наседку яйца и та вывела цыплят. Как-то курица три дня с цыплятами где-то пропадала. И вот, спасаясь от дождя, она влезла под жернов, прикреплённый к стене. Происками лукавого жернов упал на курицу с цыплятами и раздавил их. Женщина, посадившая курицу на яйца, испугавшись гнева Курта, возложила свои надежды на Бога и обратилась с молитвой к святому Григору. Она взяла дохлую курицу с цыплятами и, прикрыв ситом, понесла и с верой положила на могилу святого Григора, а сама пошла мыкаться по своим делам, мысленно обращаясь с мольбой к Богу и святому Григору. И вдруг, по прошествии часа, она увидела, шедшую ей навстречу с кудахтанем ожившую курицу с цыплятами. Изумившись, все восславили Бога и оживителя цыплят святого Григора, которым да будет благословен Бог. Взывал ты, повторял священный стих, склонялся пред отцом своим небесным, судящим по делам сынов своих, не обольщаясь рвением их словесным. Страдал твой род в египетском плену, но ты не дал ему лишиться веры. С кем, Моисей, сравнить тебе дерзну? Найду ли я достойные примеры? Я грешен, я упрям в грехе своем. Я варвар, недостойный Божья слова. Та кара, коей предан был Содом, и по моим грехам не столь сурово. Как Ханаан грехом я осквернен. Я Амалик, меня нельзя наставить. Как идола обитель Вавилон, меня разрушить легче, чем исправить. Обломком жалким я встаю из мглы. На мне лежит проклятие, грех Иудин. Как древний тир, достоин я хулы. Я, как седон, порочен и подсуден. Я старца, одрехлевшего слабей, одней развратных и от жизни шумной. Я голубь, кроткий в глупости своей, а не в своей смиренности разумной. Я, как яйцо, где скрыт змеиный яд, ехидна я, что львицей почиталась. Я Иерусалим, священный град, пред тем, как от него лишь пыль осталась. Я человек, чья совесть нечиста, шатер пустой, неизбежавший бедствий. Я крепость, чьи разрушены врата, наследникам ненужное наследство. Я дом, но он покинут и забыт. И чтоб его избавить от проклятия, он должен быть очищен, обновлен, обмазан глиной Божьей благодати. А у меня нет для спасения сил. Я слаб, я сломлен тяжкими грехами. И справедливейший определил при жизни место мне в зловодной яме. Я изгнан, я отвержен, я забыт. Сметен я духом, жалок я обличьем. Я тот талант, который был зарыт. Рабом лукавым, как глаголит притча. Григор нарекаться.